SCP-1404-RU Комфонда следует поддерживать созданную советским правительством легенду событий. Свидетели аномалии, сохранившие о ней воспоминания, противоречащие официальной легенде, должны быть подвергнуты коррекции памяти. Внимание! Ниже приведенное описание полностью основано на данных из немногих уцелевших документов из архивов НИИ «Прогресс». Описание. SCP-1404 представляет собой Аральское море и связанное с ним завершившееся аномально-антимеметическое событие, начавшееся, предположительно, данные разнятся. В период с мая по июль 1962 года, в течение указанного промежутка времени, начались и неопределенное время продолжались массовые искажения восприятия среди людей, находившиеся в прибрежной зоне до 7-100 км от береговой линии. Искажения выражались в наблюдении непроизошедшего в реальности катастрофически быстрого пересыхания Аральского моря и последствий данного события. Впоследствии субъектами были полностью утрачены возможности воспринимать Аральское море, точно определять бывшие границы его береговой линии, наблюдать и ощущать косвенные признаки нахождения поблизости моря. Птицы, шум воды, ветер с моря и прочее. Исключение редкие миражи морской поверхности, не подверженные антимеметическому эффекту. Помимо прочего, были отмечены следующие эффекты аномалии. Восприятие территории Аральского моря в виде пустыни или дна высохшего моря. Ложные видения также могли включать в себя образы брошенных ржавых кораблей на земле. Устойчивое желание покинуть регион. Ложные приступы заболеваний дыхательных путей, связанных с песчанно-солевыми бурями. Неосознанное избегание посещения высохшего дна. Искаженное восприятие брошенных в SCP-1404 предметов. Избегание наблюдения за людьми, отправившимися в SCP-1404. Затрудненное ориентирование на прилегающие к объекту местности. В отсутствии наблюдаемых ориентиров. Невозможность воспринимать море, как на собственноручно созданных фотографиях объекта, так и на фотографиях, сделанных знакомыми людьми. Отмечалось, что живущие возле границы объекта люди часто видели в своих снах полноводное море. Помимо этого были отмечены случаи наблюдения миражей с образами SCP-1404. Аномальная природа событий была установлена посредством изучения спутниковых фотоснимков, в которых было отчетливо видно Аральское море в прежних на тот момент границах. Прием сильнодействующих пнестиков позволял на короткое время преодолеть эффект аномалии и вновь начать воспринимать SCP-1404. На сегодняшний день Аральское море подверглось настоящему осушению, а аномальные эффекты искажения восприятия прекратились. История изучения. В связи с тем, что в момент аномального события SCP-1404 находилась на территории СССР, а спутниковые снимки объекта не демонстрировали моментального исчезновения моря, фонд долгое время не был осведомлен о существовании аномалии и не мог приступить к ее изучению. В середине 1962 года руководству Советского Союза поступили доклады от Казахской ССР и Таджикской ССР, в которых говорилось о катастрофическом обмелении Аральского моря. Советский Союз направил к месту SCP-1404 несколько научно-исследовательских групп и правительственных комиссий. Результатом проведенных экспедиций стало установление факта существования моря, которому удалось аномальным образом скрыть собственное существование от местного населения. Руководство страны, напоганное столь масштабным проявлением аномальной активности, провело работы по сокрытию SCP-1404. Одним из пунктов данного плана являлось содействие естественного уничтожения Аральского моря, в связи с чем было принято решение многократно усилить забор воды из питающих моря рек Сардария и Амудария. Большая часть документации по осуществленным мероприятиям была уничтожена, в связи с чем фонду неизвестно, в каком году SCP-1404 было уничтожено и прекратило аномальную активность. Советская специфика, а также отдаленное расположение региона позволило скрыть события SCP-1404 от большинства граждан страны. В целом, пересыхание Аральского моря стало общеизвестным фактом лишь с началом перестройки. В начале 1993-го, по итогам Копенгагенской конференции, фонд получил от России уцелевшую документацию НИИ «Прогресс». В архивах организации практически не осталось записи о SCP-1404. Единственным заслуживающим внимания объектом является стенограмма аудиозаписи интервью с таджикским рыбаком Бакшо Раджабовым, датированная 03-09-1962 года. Материалы 2. Аральская научно-исследовательская экспедиция. 03-09-1962. Стенограмма аудиозаписи интервью с Раджабовым БК. Разговор ведут сотрудники бюро номер 9. Доктор химических наук профессор Дягилев-ЛА и доктор физических наук доцент Пахомов-МЕ. Бакшо Каримович, здравствуйте, мы вам звонили, помните? Здравствуйте, здравствуйте, проходите, конечно. Простите, а можно воды? Стакан жарко очень. Воды можно. Может, чаю хотите? Можно и чаю, чего уж там. Лёнь, хочешь чаю? Пауза 2 минуты, звук сгибающего чайника. Вот, держите. Правда, у меня только две кружки, я сам потом попью. Попил уже вот только. Я вот, правда, не понял, вы из газеты, что ли? Почти, мы учёные, занимаемся изучением Аральского моря. Громкий звон ложки о края стакана при помешивании чая. Кто? Из газеты вы? Учёные мы, учёные, хотим поговорить с вами. Так а что я вам могу полезного рассказать? Я же не академик. Смеётся. Я же не лауреат сталинской премии, не академик. Что я расскажу? Смеётся. Мы сначала в музей заглянули. К Садыковой. Знаете Садыкову? Знаю, знаю, я всех тут знаю, а что? Так вот, она рассказала, что вы много интересного проорал, знаете? Ну, я рыбак, своё дело я знаю хорошо. Рыбак? Какую рыбу вы ловите? Ну, разную судака, если повезёт, карпа, леща. Судака вообще редко, только перебивает. А сны вам проорал снятся? Что? Сны? Пауза. Вам что, Садыкова уже все уши прожужжала? Бакшо Каримович, не злитесь, пожалуйста. Вы, может, нам не поверите? Но нам очень важно услышать про ваши сны. Они могут помочь понять, что случилось с морем. Я вам скажу, что случилось. В полях лобковых колхозов случились. А сами-то вы в это верите? Всегда воды хватало, а тут за две недели резко перестало. Покажем, Миш. Вот смотрите. Это орал, сфотографированный со спутника. Вот тут село ваше. Вот это чёрная точка. Разве похоже, что орал пересох? Это настоящая фотография? Не фотомонтаж? Что вы? Нам вас разыгрывать никакого резона нет. Наоборот. Синее какое. Мы думаем, что уровень воды в Аральском море на самом деле никогда не падал. Что? У нас есть теории. Есть версии, несколько версий есть. Но сначала мы хотим ваше выслушать. Вы помните, что происходило, когда орал начал пересыхать? Конечно, помню. Сначала рыба ушла. Потом море мелеть начало. Вроде понемногу. А потом очень быстро. Никто опомниться не успел. Люди уезжать стали. Месяца на три на четыре в соседней области. На Балхаш не вот тянуть. От рыбного завода ездили. В Талдокарганскую область. Ловили рыбу. Потом людям надоело на поезде туда-сюда кататься. Они начали переселяться. Сначала один уехал мужчиной с семьёй. Потом и другие начали за ним. А сколько сейчас рыбаков в селе? Рыбаков? Рыбаков нет больше, только если я один. Да и то, какой я рыбак? Не рыбак я больше. Никто я. Лодка есть, а море нет. Вон стоит у забора вся в песке. А так, кручусь как могу. Мастерю понемногу утварь всякую, что умею. А почему вы не уехали? Да как-то не хочется всё бросать. Я же тут уже ребёнком купался. Вот прямо тут купался, плавал, понимаете? И как вот так всё бросить, если всё детство тут провёл? Купался, рыбачил с отцом. И вообще, вы меня спросили, верю ли я сам, что орал пересох? Так вот, не знаю, верю ли. Как так? Есть у меня уверенность. Ну если не уверенность, а ощущение. Я рыб слышу. Они всё ещё в море. Когда гуляю по дну недалеко от берега, слышу рыб. Они как будто плавают под ногами. Как же можно рыб слышать? Рыбак их не только слышит, он их кишками чувствует. Они же шумные черти, резвятся, плескаются только так в воде. Вот я гуляю по дну и чувствую, что рыба будто бы близко. Огромные косяки, большие, чем когда-либо. Но я не понимаю ничего. Море-то высохло. Сами взгляните. Садыкова говорит, что я больной на голову. Но я не один такой. Все рыбаки подтвердят. Да вот только и некому. Все бегут от оралов, все боятся. А чего бояться-то? Пересохло и пересохло. Да жутко всем. Раньше море было как море. Наше море кормило нас. А теперь как будто бы ничейная земля. Что-то там не так. Да и к тому же люди же пропали. Рассказать надо, да? Да, пожалуйста. Юсуф и Тахир. Ребята Анваровы. Решили погулять по дну. Мы далеко детей в море не пускаем гулять. Я и сам далеко от Старого берега не отхожу. А они не послушали. Не знаю, что они там посмотреть хотели. В общем, они отправились гулять прямо туда. И пропали. Не вернулись. К вечеру не вернулись и ночью тоже. Анвар отправился их искать. На следующее утро тоже не вернулся. Мы в милицию позвонили, они приехали. Что-то походили, поспрашивали. Но в пустоши те отказались. Дело уже закрыли давно. Что случилось потом? Люди как с цепи сорвались. Все начали продавать лодки, свои хозяйства, уезжать куда подальше. Мы об этом случае пытаемся не говорить. Слишком страшно. Их как будто бы море забрало. Всю семью целиком. Люди сплетничают, что оно нам так мстит. Я спрашивал других из соседних сел. Вроде пропадают люди. Те, кто уходил, слишком далеко не возвращались. Погласила их пустыня. И никто не хочет их искать. Власти ничего не делают. Люди боятся и бегут, как будто война. Не понимаю ничего и на своем веку такого не припомню. Это все очень печально и странно. Мы пока тоже не понимаем. Хорошо, а что вам приснилось? Так вот, я тогда отказывался верить, что Юсуф, Тахир, Анвар просто так сгинули. Поэтому я просто стоял на берегу и их караулил. Долго стоял часами. Думал, вот сейчас появится. Нет, сейчас. И я обрадую всех. В итоге мне море снится начало. Так долго я на него смотрел. Не высохшее, как тогда в детстве. Но у меня такая болезнь, или не болезнь, а особенность. Я во сне хожу и бормочу. С ранних лет такое происходило. Надо мной дома смеялись только. Самнамбулизм. Простите, лунатизм я хотел сказать. А, ну да, он сам, и шайтан бы его побрал. Так вот, в одну ночь, на третий день, после того, как Анвар и дети пропали, я во сне, представляете, во сне пошел прямо к морю. Ничего не помню. А потом бац, я по щиколотку в воде стою. В море. Мальки за пальцы кусают. Я, кажется, от этого ощущения очнулся. Я сразу воду зачерпнул, начал пить, плескаться, как щенок. Отчасти был плакать готов. Петь вроде даже начал. Хотел все село разбудить. Но потом подумал. А что, если я уйду? А море исчезнет. Вдруг я потеряю его. Решил посидеть, покараулить в воде всю ночь. Свесил ноги вниз с причала. Так и уснул. На рассвете, когда я глаза раскрыл, моря не было. Только песок один. Я потерял море снова. А вы уверены, что это был все-таки не сон? В этом-то все и дело. Это не было на сон похоже. Как я могу уснуть во сне? Ну вообще такое бывает у меня самого. Вот и мне говорят, что это сон. Что мне причудилось. Но я не верю. Не верю. Вкус той воды до сих пор помню. Это было слишком по-настоящему. Даже более реально, чем обычно. Сна неяркие, быстрые. А тут спокойно, медленно, как обычно, понимаете. Но мы стараемся. Вот и все ли никто не понял. Смеяться стали. Бокша во сне ходит. Бокша бред несет. Что ночью море вернулось. Садыковы меня на смех до сих пор поднимают. Но вот остальные, они меня понимают. Им тоже сны снились. Не такие настоящие, конечно, обычные сны. Все как обычно, только вот море не высохшее. Полноводное синее. Часто видят, как Анвар с Юсуфом и Тахиром выплывают на лодке, свои из-за горизонта. Как будто бы домой вернуться хотят. Погодите, что вы там говорили? Вы думаете, что на самом деле мне не показалось? Не пересохло море, значит. Что оно прячется? Это как такое может быть, а? Знаете, Бокшо Каримович, как бы необычно это ни звучало, но это так. Вы видели спутниковые снимки? Мы перед визитом к вам взяли пробы воздуха и почвы, сделали замеры шумов, применили некоторые особые методики. Да, оно определенно на месте. Но постойте, все в поселке кашлят от песчаных ветров. Море поросло кустарником. Корабли и лодки лежат в песке, покрытой ржавчиной. С пустоши дуют суховеи. Это оно хочет, чтобы вы так думали. Там наверняка сейчас чайки летают и ветер прохладный. Но теперь мы все это не чувствуем. Сложно это объяснить ненаучным языком. Нам самим до конца непонятно происходящее. Те, кто заходят вглубь пустоши, просто-напросто утонули, сами не заметив. Но зачем? Чем мы его обидели? Сколько лет мы уже живем на берегах Орала? Всем ему обязаны. Видите ли? Все усиливающийся водозабор на орошение хлопковых полей снижает уровень воды в реках, питающих море. Возможно, это механизм самозащиты. Оно надеется, что его перестанут использовать, если про него забудут. Либо же оно хочет так предупредить о последствиях наших действий. Пытается их предотвратить. Миша, забор воды минимален. Он бы не дал таких катастрофических последствий. Потребление будет возрастать. Других источников питания моря нет. То есть море, по-твоему, предсказывает свою судьбу? Десятилетия вперед? Возможно. То есть море обладает некой формой разума? Почему нет? Не в том смысле, конечно, каким мы привыкли оперировать. Но в некой полуавтоматической форме. Как растения, которые отворачиваются от горячих предметов. Помните опыты бюро номер 9 над поле водой? Открытая нами структурная память вещества. Вода, ртуть, исходящие потоки переменных волн. И это были лабораторные опыты. Представьте, если такое вдруг возникнет в масштабах целого моря. Это не объясняет возможности предвидения или хронологического широкого анализа впоследствии водозабора. В конце концов, орал знал и более засушливые годы. По естественным причинам. Естественным. Как мне кажется, морю отсюда не видно, кто там, где забирает его воду и забирает ли. Поэтому я предлагаю другую версию. Фитопланктон. Что? Фитопланктон. Его здесь необычайно много. И представлен он множеством видов. Человек активно использует орал. Рыбачит в нем, сливает в него отходы. Весь этот мусор мазут с кораблей. А если вспомнить про то, что находится посреди орала, на острое возрождение. Не здесь. Согласен. Так вот, я считаю, что массы фитопланктона, недовольные нашим присутствием, вполне могли организовать нам небольшую атаку нейротоксинами. Помяните мое слово, мы еще найдем их присутствие в наших пробах. Пользуясь вашей же аргументацией. Может ли планктон знать о том, как выглядят песчаные бури и ржавые корабли? Ему это не нужно. Смотри, Миш. Он пускает нейротоксин в воду. Вода испаряется, разносит ветром по округе. Мы ей дышим. Вещество вызывает у нас желание сбежать отсюда. Отторжение моря. Все это происходит лишь у нас в голове. Мы сами рисуем эти ужасающие картины заброшенности. Может и так, а может и не так. Я всегда думал, что море обиделось. Ушло, чтобы мы поняли, как без него будет тоскливо. Ну хоть вы не смейтесь. Так что же это выходит? Море мстительное, что ли? Выходит так. Я вот лично так думаю и всегда так думал. Но это уже какой-то мистицизм. Впрочем, я считаю, все версии имеют право на существование. А ведь мы засиделись, Леня. Нам пора. Спасибо большое за чай и рассказ, Бокшу Каримович. Постойте, вы же ученые, люди умные. Скажите мне, оно вернется? Мы постараемся сделать для этого все возможное. Еще раз спасибо за чай. Да-да, спасибо вам. Пауза, скрип, двери. Верните мне мое море. Сотрудники фонда, отрабатывая полученную из советских архивов информацию, начали поиски Бокшуа Раджабова для проведения дополнительного опроса. Рыбак не покидал своего места жительства, потому был быстро обнаружен агентами организации. Стенограмма опроса представлена ниже. 11.05.1993. Поселок опрашиваемый Бокшуа Раджабов, 1915 года рождения. Опрашивающий. Агент. Агент. Все, запись пошла. Агент. Да, вроде пошла. Бокшуа Раджабов. Отчего это вы меня записываете? Это что, допрос? Агент. Для протокола. Ну что, приступим. Раджабов Бокшуа Каримович, 1915 года рождения. Бокшуа. Верно. Агент. Тут написано, вы женаты? Бокшуа. Жена умрела год назад из обещанных бурь. Она дышать не могла. Грудь болела. Агент. Соболезную. Дети, внуки. Бокшуа. Уехали. Агент. Понятно, в начале 60-х с вами говорили двое ученых. Разговор шел об оралии в ваших снах. Помните что-то подобное? Бокшуа. А что вам надо-то? Агент. Мы слушали запись этой беседы и хотим уточнить некоторые детали. Вы нам поможете? Бокшуа. А вы тоже ученые, что ли? Агент. Можно и так сказать. Бокшуа. Толк-то от расспросов ваших ученые? Ну валяйте, спрашивайте. Агент. В интервью 1962 года вы говорите, что вам снилось очень реалистичное и подробное сны про море. Скажите, нечто подобное повторялось? Бокшуа. Не знаю. Не помню. Агент. А кому-то из ваших односельчан? Бокшуа. Со мной перестали разговаривать люди, я не знаю. Агент. Почему перестали? Бокшуа. Я пересказал им, что мне тогда сказали те двое. Мне не только никто не поверил. Все как будто озверели, стали на меня кричать, руками махать. С цепи сорвались шакалы. Говорят, заткнись, что ты несешь такое. Совсем ум потерял. Окрестили лгуном. А у нас лгунов не любят. Окна как-то разбили. Я на них всех обиделся и перестал с ними говорить. Так и живем с тех пор. Холодная война. Усмешка. Только если что-то по делу. Агент. А вашей жене что-то снилось? Бокшуа. Ей да. Где-то за несколько месяцев аккурат перед смертью. Ей снилось, что она тонула. Она просыпалась и захлебывалась от кашля. И так каждую ночь. До самой смерти. Каждую ночь. Я ее переволновал своими разговорами. Рассказывал ей постоянно, как хожу к морю и зову его. Прошу вернуться. Сначала говорил вернись ко мне. Потом подумал о черт с вами. Неблагодарная. Стал просить, чтобы для всех соседей вернулась. Глядишь, человеками снова станут. Вот у меня два собеседника всего и было. Жена и море. И из них двоих только одна меня и слушала. Грустно так. Агент. Ваша жена говорила что-то про эти сны? Бокшо. Все сны были про него. Она это точно знала. Его ни с кем не спутать. Это были странные сны. Я толковать их не умею. В гороскопы и сонники не верю. Но она говорила, что это не кошмары. А ей только просыпаться от кашля было страшно. А сны не были страшными. Тонуть было приятно что ли. Она говорила, жена моя. Что она хочет, чтобы мы снова были вместе. Оно и люди. Оно ее так извало к себе что ли. И забрало. Как и остальных. И меня однажды заберет. Но я вам скажу. Пусть меня лучше в пустыне похоронят. Не получит она мое тело. Вот так вот. Агент. Вам не снилось ничего необычного после смерти жены? Бакшо. Мне ничего не снилось. Я просто побежал к берегу. Лег на дно и начал кричать. Никого решил не стесняться. Да и кто меня услышит? Люди умирают. Все сохнет и трескается. Кожа, глаза. Сердца у людей. Поэтому они злые такие. Агент. Продолжайте. Бакшо. Я тогда глупо вел себя. Но это сейчас понимаю, что глупо. Тогда казалось, что все правильно делал. Камни кидал в землю. Столько пыли поднял. Веслом по дну высохшему лупил. Весло это сломалось. Нахлынула обида какая-то на жизнь. Или на судьбу. Хотелось выместить на ком-то. Почему бы и не на море? Потом я просто шел вперед. Сам не знаю, на что надеялся. Думал, вдруг тоже заберет меня. Надоело просто. Хотелось уйти. Я долго шел. Но ничего не случилось. Длительная пауза. Бакшо. Меня одно мучает. Почему же я тогда не утонул? Объясните мне, ученые. Агент. Многое изменилось в 60-х. Политики это странные люди. Это самые пугливые люди на свете. Они боятся всего, что может потенциально оказаться угрозой, что нельзя контролировать. Никто не знал, на какие сюрпризы еще способны море. Поэтому на одном из политбюро был принят аральский декрет. Секретный, разумеется. Бакшо. А вы мне почему рассказываете? Агент. Я думаю, вы имеете право знать. Да и почему нет, вы навряд ли вспомните этот разговор потом. Бакшо. Вы меня что, склеротиком назвать? Агент. Так вот, аральский декрет. Орал решили осушить. Это была искусственная экологическая катастрофа. Не видан и до сих пор варварство по современным меркам. Да и по тогдашним. Меня воротит от одной мысли, сколько рыбы лежала гнить на солнце. Воду из Амурдарьи и Сардарьи стали забирать с двойной силой. Построили плотины. Вроде что-то сделали даже с подземными водами. Я не знаю, я не гидролог. В общем, даже если море собиралось вернуться, то ему не дали. Бакшо. Но зачем они это сделали? Агент. Я не знаю. Наверное, так было проще держать людей вдали от моря. Чтобы больше никто не утонул. Все те люди, которые пропали, они же утонули. Но люди ведь сами уезжали. Никто не горел желанием тут жить. Я считаю, власти перепугались и решили перестраховаться. Не нужно будет объяснять, почему море исчезло. Если оно действительно исчезнет. Правда же? Бакшо. То есть орал мертв? По-настоящему? Агент. Воды осталось очень мало. Там где-то за горизонтом, может, остались небольшие бассейны. Но это так. Сколько-то соленых лужиц. В них уже мало осталось живого. Вот такое вот получилось самоисполняющееся пророчество. Бакшо. Глубокий вздох. Жалко. Мне бы хоть поговорить с ним последний раз. Агент. Поговорить? Бакшо. Ну, мы говорили раньше, когда я рыбачил еще. Как давно это было? Когда ты в море, ты с ним один на один. Больше говорить не с кем. Оно хороший собеседник. Умеет слушать. Понимает. Оно бывало. Жаловалось мне. Делилось секретами. Всякое было. Агент. У вас очень необычное восприятие мира. Бакшо. Я сейчас важную вещь понял. У меня была жена, дети. А у моря никого не было. Молчание. Я ведь думал, что это мне было одиноко.